Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас парфюмерный рай от Pidi Parish. Давайте скорее открывать. Вот так все упаковано. Как всегда, оставляю вам промокод на скидку 10%. Пропишу здесь, пропишу внизу. Каждый четвертый парфюм за 1 рубль. При онлайн оплате, при предоплате, да, тоже подарочки и, возможно, бесплатная доставка. Ништяков много. Рай действительно парфюмерный. За смешные деньги. Все уже знают, я девчонкам в Телеграм сообщала и ВКонтакте везде писала, что ассортимент на сайте обновился. Очень много поступило новиночек, в том числе и долгожданных. Я, естественно, их заказала. Поэтому будем с вами тестировать. И заказала любимчики. У меня 4 парфюма. Очень классных, очень крутых. Но некоторые из них я буду тестировать впервые. Давайте начнем с Байреда. Байреда Бал в Африке. Появился тоже на сайте. Очень люблю. Его быстро раскупают. Я его обожаю. Обожаю, обожаю, обожаю любовную любовь. У меня даже сестра, которая любит аналог, она сказала, что да, это оно на самом деле. Которая любит оригинал. Она сказала, да, это Бал в Африке. И он так же шлейфит. И он так же круто держится. Парфюмы очень стойкие. Нереально стойкие. Неделями на одежде держатся до стирки. Потрясающий аромат. Я его очень люблю. Кто любит оригинал Бал в Африке, это оно. Берите, не бойтесь, не стесняйтесь. У меня здесь 3 парфюма. 30 мл. И 1 парфюм 50 мл. Сейчас расскажу, какой из них какой. Бал в Африке. Не все его, кстати, любят. Ну, как и любой парфюм, в принципе, да, у нас все с вами на любителя. Я от него в восторге. Я обожаю его шлейф. Вот я просто обожаю. Он обволакивает, он окутывает. Есть тут какая-то классическая байередовская нотка. Кто любит эти ароматы, вам однозначно зайдет. Дальше. Я впервые взяла в Педиперриш императрицу, девчонки. Дольче Каббана императрица. Пробовали оригинал. Аналог, можно сказать, есть Фаберлик. Вот этот зеленый восточный парфюм, который очень-очень похож. У моей мамы стоит оригинал, у сестры был оригинал много лет. Я знаю, как он звучит, поэтому давайте тестировать. Я обожаю тоже этот аромат. Это аромат мой. Мне нравится его на себе носить. И это он. И это он прям в 100% он. Тоже очень крутой шлейф. И по мне, вот знаете, здесь есть такая... Некоторым тоже не нравится этот аромат. Именно поэтому я считаю афродизиаком здесь есть такая легкая нотка. Вот я ее почему-то слышу. Кто-то слышит, кто-то нет. Для кого-то это будет афродизиак, для кого-то это будет хрень полная, да, скажем так. Все мы разные. И слава богу, что есть обилие парфюмерий, которые мы можем заказать именно под себя. Вот это нотка пота. Вот легкая такая. Вот она, я ее здесь чувствую. И для меня этот аромат очень притягательный. Он, во-первых, нотам такой интересный, вкусный, сладкий, зеленый. Тут вот какая-то тоже зеленая нотка есть. И он очень круто шлейфит. Он очень круто шлейфит. Я его просто обожаю. Это такая классика жанра. Императрице уже тысячу, наверное, лет. Она уже, не знаю даже в каком году вышла, но многие до сих пор любят. И я в том числе и безумно люблю ее на себе носить. Я обожаю. Так, что у нас с вами дальше? А дальше у нас с вами по карабану Lady Million Lucky. Давно хотела попробовать очень этот парфюм. Многие девочки его хвалят и любят. Пробую впервые. Давайте тестировать. Сладкий, сладкий, сладкий шампусик. Какой интересный. Слушайте, тут такая сладость. Поначалу кажется, что приторная, а потом вот эта приторность улетучивается. Кто любит сладкие духи, вам однозначно сюда. Ванильная нотка, которая вот она настолько деликатная, что вообще не бьет в нос и не вызывает никакой приторности по мне. Они сладенькие, они вкусненькие. Такой игристый опять шампусик. Я люблю так духи описывать. Не знаю почему. Ванильку чувствую, да. Ванильку, цветочки. Сладенькие, окутывающие, согревающие очень аромат. Вот прям зимний, зимний 100%. Даже как будто есть какой-то легкий отголосок пряностей, но аромат совсем не пряный. Нет. Но он как будто есть. Вот настолько он такой вот теплый. Классный аромат. Мне нравится. С удовольствием буду носить зимой. Никаких для себя отторгающих нот здесь не чувствую. Очень интересный. И уже начинает слегка шлейфить, выступают другие нотки. Он становится еще интереснее. Буду носить, буду смотреть. Вкусненький, классный. Даже бы сказала, немножечко есть пудра, но совсем немножечко. Больше ванильки. Но и пудра тоже есть. Классный аромат. Интересный на самом деле. Хочется нюхать и нюхать. Да, мое стопроцентное попадание. Так, и дальше у нас с вами стекло. Стекло приходит вот в такой коробочке. У меня 50 мл. И это у нас с вами Бакарат Руш. Очень многие ждали этот аромат, когда уже он появится на сайте Педиперриш. Наконец-то он появился. Бакарат не один. Парфюм там представлен. Несколько. Давайте тестировать. Этот аромат тоже пробую впервые. На него тоже восхитительный просто отзыв. Так, куда нам с вами его нанести. О, это мое. Я такое люблю. А вы знаете, с первых ноток мне почему-то работой запахло. Перевязочным материалом и так далее. Сейчас, Надежда. Какой он интересный. Вот здесь есть какая-то схожая нотка с императрицей. И даже есть какая-то схожая нотка с Байретто. Но он однозначно интересный. Мне кажется, он будет красиво шлейфить. Мне кажется, это полусинтетический какой-то аромат. Если не совсем синтетический. То есть я не могу сказать, что он цветочный. Я не могу сказать, что он сладкий, что он свежий. Что я здесь чувствую какие-то цветы, какие-то фрукты и так далее. Нет, ничего этого я абсолютно не чувствую. Я даже не знаю, как вам его описать. Кто пробовал Бакарат Руш, обязательно свой отзыв дайте. Чем он пахнет для вас. На самом деле очень интересно послушать, как люди его описывают. Не сказать, что смоленистость, как в молекуле есть. Но химический аромат. Но он классный. Он такой интересный. Но я все равно чувствую запах перевязочного материала. Не знаю почему. Но он мне нравится. В то же время он мне очень нравится. Где-то вот за гранью, там вдали, есть какие-то очень интересные сладкие крамельные нотки. Но они прям совсем вдали-вдали. Возможно, будут раскрываться. Дальше шлейфить ими будет. Очень интересный аромат. Хочется его поносить, разносить и понять, в чем тут суть. Интересный. Очень интересный. Буду его носить сейчас прям первым делом. Несколько дней потом вам буду рассказывать. Обязательно в каком-нибудь влоге. Потому что тестирую впервые. Мне на самом деле интересно. Мне кажется, этот парфюм достаточно спорный на мировом рынке. Кому-то он совсем не нравится отнюдь. А кто-то от него в восторге. Что-то типа молекулы. Кто-то ее любит, кто-то ее вообще не чувствует. А кто-то просто ненавидит. Мне кажется, здесь такая же песня. Но он интересный. Он очень интересный. Даже в каких-то моментах притягательный. Ну что ж, буду носить. Буду носить очень спорный такой аромат. Напишите обязательно свои мнения о парфюмах, которые сегодня присутствовали в ролике. Будет очень интересно послушать. Ну и на этом все. Во влогах буду обязательно вам рассказывать про новые ароматы. Какие из них понравились. Какие из них круто шлейфит и так далее. Может быть и наоборот. Ссылочка на Питепереж под видео. По этой ссылке, если переходите и применяйте мой промо-код, то скидка 10%. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.